В эфире новости на Первом Независимом в студии Лилии Орлова. Здравствуйте! Спонсор выпуска – ресторан быстрого обслуживания «Мастер Боргер». И сегодня в программе. И начнем с главной темы выпуска. Сюжет ЗАП-ТВ о досрочном отпуске Евгения Ярилова вызвал у зрителей много вопросов. Не столько к бронзовому загару, сколько к служебному автомобилю «Лексус ЛХ», который встречал главу города в аэропорту. На каком основании чиновник использует транспорт в личных целях? Наши журналисты спросили об этом лично Евгения Ярилова. Растворившийся в ночи серый «Лексус», отдохнувшим после отпуска Евгением Яриловым, вызвал у честных налогоплательщиков вполне резонный вопрос. Почему главу города встречает в аэропорту служебный автомобиль? Ответ нашелся. Сегодня, перед началом заседаний комитетов, куда СМИ в итоге все-таки впустили, Евгений Ярилов сам предложил журналистам прокомментировать, если возникнут вопросы. А они, конечно, есть. Когда я улетал, была ночь, я вызвал такси, на такси уехал. Когда обратно меня водитель спрашивает, вас забирать? Я говорю, да я доберусь, слава тебе Господи. Притом, говорю, что я время-то точно не знаю. Он говорит, ну, у меня как проблемы нет, я вас заберу. Хорошо, говорю, ну ладно, забери. Ну, вот с точки зрения использования служебного транспорта, ну, у нас на самом деле есть порядок. То есть можно в исключительных случаях воспользоваться служебным автотранспортом, как говорится, заплати и лить. Вот поэтому я еще в январе месяце написал заявление, чтобы из моей заработной платы высчитали. Оно не будет оформлено задним числом? Оно оформлено в январе месяце. Восхищаться порядочностью Евгения Ярилова журналистам было некогда. Решался еще один вопрос. Смогут средства массовой информации присутствовать на заседаниях комитетов или нет? Напомню, скандальное решение было принято 30 января, после чего прокуратура внесла протест о недопустимости запрета на посещение СМИ заседаний комитетов. Сегодня юристы и депутаты Думы озвучили свою позицию. Протест прокуратуры мы считаем подвержающим удовлетворению частично. Именно в части того, что необходимо провести конкретизацию норм, которые на сегодняшний день существуют. На заседаниях комитетов присутствуют представители средств массовой информации. А конкретизация условий и порядка данных положений, она требует разработки нормативного правового акта и будет осуществлена в дальнейшем. Получается, журналисты присутствовать на заседаниях могут только с некоторыми условиями. Какими именно, депутаты еще точно не придумали. Пока известно лишь об аккредитации. Никаких пулов мы не планируем организовать, которые бы ограничивали свободу журналистов. Другой вопрос, что мы сегодня ведем речь об аккредитации журналистов в Думе. Но для чего? Для того, чтобы, когда мы будем знать конкретных аккредитованных журналистов, мы сможем их насыщать дополнительной информацией. То есть, аккредитован у нас конкретный журналист. Мы знаем, что он придет на комитет, и мы знаем его почтовый адрес, другой какой-то адрес, адрес электронной почты. И мы этому журналисту заранее сможем выслать информацию. Нужна ли журналистам такая забота с доставкой прямо на рабочий стол, у СМИ не интересовались. Гулял Хасова, Николай Шунков, ЗАПТ-ТВ. И к другим темам. Строительная отрасль внезапно оказалась в центре внимания правительства Забайкалья. До целевых показателей в этой сфере в прошлом году регион смог дойти с большим трудом. Мои коллеги продолжат. В совещании со строителями, профильными министерствами и ведомствами Александр Осипов начал с уточнения планов Минстроя на этот год. В прошлом из-за множества срывов сроков, недобросовестных подрядчиков и других причин достичь целевых показателей удалось с большим трудом. Причину возникновения такой ситуации неожиданно откровенно раскрыл сам министр строительства края Алексей Гончаров. Если, учитывая наш разговор, что он откровенный, то хотелось бы сказать следующее. Что прошлый год, 19-й год, это был год, когда, признаюсь честно, не думали мы, собственно, о том, как сформировать именно политику в строительстве в Забайкальском крае. То есть у нас было достаточно много объема для 2019 года для реализации. Мы старались успеть освоить федеральное финансирование. Сейчас мы для себя сформировали перечень вопросов, которые на сегодняшний день мы понимаем, что нужно решить для того, чтобы создать политику вообще в строительстве в Забайкальском крае. Отсутствие и политики, и конкретики в докладе министра отметили и строители, скромно сидящие за спинами чиновников вторым рядом, и губернатор. Его просьбы больше делать, но меньше говорить, кажется, снова не были услышаны. Может быть, о чем-то более конкретном, практичном поговорим, чем вот эти общие намерения и общие пожелания. Все-таки в чем заключается работа этого года, какие у вас объекты, какие проблемы по этим объектам. В этом году у нас проблемы, связанные с объектами, они в основном связаны с недостаточным финансированием. Мы вообще о чем ведем речь? О каком объеме работы в этом году? По каким объектам? Что там у нас вообще? Что надо доделать? Что надо нового строить? И так далее. В общем, у вас... У нас ни одного слайда даже нет, который характеризует. Но как надо от общего к частному идти, сначала надо характеризовать, наверное, какой-то объем, масштаб этой работы. Не знаю, Павел Анатольевич, может быть, этот доклад подготовил? У нас еще презентация не доделана. Действительно, насущные вопросы на встрече так и не были подняты. Например, о стоимости квадратного метра жилья в Чите, которая резко выросла, аж до 70 тысяч рублей. Или проблемах застройщиков с документацией, часто происходивших в том году. Да и своевременную оплату добросовестным подрядчикам обсудить было бы неплохо. В итоге получилось совещание ради совещания. Даст ли плоды такая работа? Ответ, к сожалению, очевиден. Полина Харченко, Николай Шунков, ЗАПТ-ТВ. Круглосуточная горячая линия по вопросам нахождения несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации работает в Забайкалье. Позвонить на нее можно по телефону 39 95 93. Вся поступившая на телефон информация будет отрабатываться специалистами социального учреждения по месту нахождения несовершеннолетнего. Кроме того, сведения будут передаваться в районные прокуратуры, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел опеки и попечительства, межрайонные следственные отделы и в отдел полиции ОМВД России. Министерство культуры и музейно-выставочный центр Забайкальского края запустили региональный конкурс эскизов граффити, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. По его итогам граффити с изображением героев появятся в трех городах региона. Участником конкурса может стать любой житель Забайкальского края. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Напомним, 20-й год объявлен Годом памяти и славы в России. Первым мероприятием года во всех регионах страны стала акция «Блокадный хлеб». Ее участниками стали больше 300 тысяч забайкальцев. Губернатор края Александра Осипова подписал постановление, согласно которому 24 февраля в Забайкалье объявлено выходным днем в связи с празднованием Сага Алгана. В связи с тем, что эта дата выпадает на выходной день, нерабочим, согласно трудовому законодательству, становится 25 февраля. Таким образом, для работающих по пятидневной рабочей неделе нерабочими в этом году будут 22, 23, 24 и 25 февраля. Тем временем закончилось определение победителей конкурса «Миллердайгаз». Поступило около 40 заявок – стихи, плакаты, карикатуры. Но конкурс был в формате видео. Итого 26 претендентов, из них трое разделили призовые места. Подробности далее в сюжете. Это замечательно, что у нас люди неравнодушные. И вот в такой творческой, скажем, где-то в шутливой форме, но на полном серьезе, мы говорим «Миллердайгаз». В конкурсе на лучший ролик обращения главе «Газпрома» «Миллердайгаз» награждается хор учителей школы села Смоленко за занятое третье место. Гори в сердцах у нас любовь земле родимой. И уголь в печках тоже яростно горит. И сонет вся чета, охваченная дыма. И каждый Забайкальев день и ночь нет, день, товарищ мир, дай своим приказ, чтобы Тарскром дал Забайкальев газ. Мне иногда становится очень обидно за нашу родину, за малую, потому что мы тоже частица большой России. И я всегда всем говорю, что будет время, когда наш Забайкаль будет самым лучшим регионом, будет процветать. И поэтому я очень даже верю, и мы с нашими учителями, с нашим коллективом, мы свято верим в то, что через несколько лет, пусть будет через три года, может быть даже пораньше, может быть через пять лет, мы обязательно будем с газом. За занятое второе место нагруждается Рустам Гасанов. Теперь хочу я посходить с тобой, там как скоро проведут нам газ в город или что-нибудь построят на родных просторах. Проходит села Сибири, но никто не в восторге, что творится в этом мире, вы там решили Газпромом спонсировать Китай. А в это время мою близкую Россию покидает друг мой, явно нездоров, ведь ему нужен кислород. Каждое утро иду на работу, живу в Северном, вижу все это, все, что происходит. Изначально думал, что это просто обычный туман какой-то, после понимаю потом по реакции друзей, жителей вообще города, что это серьезная такая вещь. Упор сделать на текст, на смысл, чтобы донести до людей. Главный, конечно же, приз награждается группа Веретено за занятое первое место. У нас не было абсолютно никаких сомнений, когда мы обсуждали, что первое место нужно присудить группе Веретено. У нас все эти деньги пойдет, одна часть четко это на трансформер для главного персонажа, а остальное все пойдет в клип. Купили ребенка трансформером? Не, он за идею, он актер, как бы это его первая роль, но у ребенка должен быть стимул, должен быть приз, потому что для ребенка, ему 4 года, как бы, ну 30 тысяч, а что с ними делать? Трансформер это тема! Вот, и остальное, оно все как бы пойдет в клип. Сейчас небольшая реклама, мы вернемся буквально через пару минут, не переключайтесь. Вы смотрите новости на ЗАП-ТВ, продолжаем выпуск. Остановите где-нибудь здесь. Скоро эта фраза и ей подобные станут неактуальными. Остановки по требованию будут отменять. Но не сразу. Городским властям до такого решения придется проехать не одну остановку. С чего начать? Смотрите в следующем сюжете. На заседании комитета ЖКХ и транспорта редко, когда не поднимается интересных тем. Так получилось и сегодня. На данный момент законопроекты в сфере общественного транспорта похожи на сыр. Все в дырках и юридических лазейках. Разрабатывались и принимались такие нормативно-правовые акты на местном уровне напрямую с заинтересованными сторонами. Сейчас управление края города требует навести порядок в пассажирских перевозках. Кроме выявления и устранения нарушений у перевозчиков есть вопросы и застарелые. Регулируемый тариф, остановки, дублирующие друг друга маршруты, конечные остановки, которые больше похожи на свалки, чем на места стоянок транспорта. Мы можем оказать какое-то воздействие на перевозчиков, в том числе и вы, и контрольные инспекции. Уже много было разговоров об этом. Какие-то ввести штрафы, то есть какую-то дисциплинарную ответственность, потому что они это делают нарочно, они говорят, мы там платим какой-то бабушке 200 рублей, они все убирают. Это все неправда, они просто ведут себя как, ну, не самые чистоплотные люди. У перевозчиков, которые видят и ратуют за положительные изменения, уже появилась своя ассоциация. С ними вопрос об уборке решается. Еще один из важных моментов привести в норму ситуацию с остановками. Сейчас в Чите действует так называемая остановка по требованию. Тут же выходит чуть ли не на встречную полосу, оттуда машина ей навстречу едет. Слева, с поворота. Да, слева, с поворота, с улицы строителя. Здесь крайне опасная аварийная ситуация, понимаете? Поэтому эту остановку надо либо узаканивать, либо полностью искоренять вот этот. К остановке маршрутных транспортов там приучили люди. Я сам там стою, я вырос в этом дворе. Тем не менее, просто так взять и отменить нельзя. Нужны нормальные остановки. Пусть и не ультра-современные и умные, но все-таки специальные остановочные места. Такое возможно провести только в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Рассматриваю сейчас улицы как раз те, которые у нас подходят по БКД, потому что в рамках БКД, то есть будут приводиться в порядок именно остановочные пункты, то есть остановочные карманы. И рассматриваясь первоочередной, да, их сейчас. То есть у нас есть там 28 адресов, по которым возможно это будет провести. Еще один вариант решить проблему с остановками – это муниципальное частное партнерство. Но пока в городе таких прецедентов нет. Но это только пока. В дорожно-транспортном управлении уже рассматривается документация для создания таких предприятий на примерах других городов. Вячеслав Батлинский, Дмитрий Пенигин, ЗАПТВ. Близится рейтинговое голосование по благоустройству общественных территорий. Все объекты, безусловно, важны, но особенно четинцам необходим сквер на Грессе. При этом, по словам горожан, энергетиков заставляют голосовать за определенный объект. Подробности далее в сюжете. В рейтинговом голосовании участвуют 8 парков и скверов. Но обустроен в 2021 году будет только один. Жители Гресса просят поддержки в пользу сквера «Солнечный». Вот эта территория находится в центре поселка. И вокруг нее расположены значимые социальные объекты. Такие, как детская поликлиника, поликлиника, школа искусств, школа 37-я для маленьких детей. То есть детям бы тоже было интересно сюда приходить, здесь гулять, отдыхать, книжки читать, ну все что угодно. Мамы с детьми гуляют буквально между двух сосен, там же, где люди выгуливают собак. А молодежь и вовсе вынуждена час ехать за развлечениями в центр города. Они большинство ездят в город, потому что здесь ничего интересного. Вот даже просто гулять, мы ездим на площадь Ленина. Там потому что интересно, все красиво, можно просто пофотаться даже. Из достопримечательностей в поселке только свалки и своры собак. При этом, по словам горожан, многих из них буквально заставляют голосовать за другой объект. Если вообще проехать по нашему поселку и посмотреть, да, вокруг у нас находятся только пивные и стоянки, все. Все. Дорог нет, ничего нет, для детей тоже ничего нет. У нас есть мечты большие, у нас есть проекты именно этого сквера. У нас будут площадки для мам, велодорожки и так далее. Будет очень много зон отдыха именно для молодежи. У нас идет еще активная агитация за парк энергетик, который находится ниже конечной остановки. Ну, мы считаем, что его должен делать за свой счет ТЭЦ. Но никак не из городского бюджета. Пусть эти городские деньги будут направлены лучше на благорожение именно центра поселка. Согласно проекту, парк охватит весь центр поселка. Предписания на снос незаконных гаражей уже направлены. Предприниматели готовы перенести свои торговые точки, чтобы не мешать строительству. Жители Гресса могут проголосовать за сквер Солнечный 26 февраля. В октябре прошлого года на ЗАП-ТВ вышел сюжет о частном пансионате для бабушек в Смоленке. Новый вид бизнеса в Чите развивался быстро, пока прокуратура не подала на предпринимателей в суд. Наша редакция внимательно следила за судьбой пансионата. И мы рады поделиться приятными новостями. Вы единственные мужчины здесь? Пока да. Пока да, единственные. Но они мне не считают за мужчину, говорят, вообще не пристают. Ну вот как родственники. Как родственники – это самое точное определение взаимоотношений в этом месте. Пожилые люди, которые никогда не знали друг друга прежде, под крышей этого учреждения находят общение и друзей. Да мы с мужем реже обнимаемся, чем с вами. Ё-моё, а вы говорите, никто не пристает. Идея ухаживать за пенсионерами пришла двум подругам. Бизнес быстро пошел в гору, были довольны все. И бабушки, и родственники, которым не нужно было искать сиделок, если вдруг отправляют в командировку. Проблемы начались в октябре после жалобы соседки. Прокуратура обратилась в суд с требованием признать деятельность незаконной, так как она ведется в жилом доме. А потому обязать предпринимателей устанавливать пожарную сигнализацию невозможно. Подруги все же приобрели оборудование, однако судебные тяжбы на этом не закончились. За судьбу пансионата переживали и постояльцы, и родственники, и даже абсолютно незнакомые люди. Они постоянно звонят, спрашивают, как у нас дела. Даже приходили в суд к нам, если, говорит, нужно, мы там пикетом выйдем. Вот на митинг, короче. Ну, на митинг мы не стали собирать. Просто вот представители пришли в суд, и судьи все говорили о важности, об условиях, что они, своих родителей, им не страшно к нам привозить. Там люди, которые у нас даже не были, были свидетели. С такой поддержкой хорошие новости не заставили себя долго ждать. Суд закончился тем, что в нашу пользу прокуратуре отказали виски о закрытии нашего пансионата. Правда, прокуратура хочет дальше продолжать и в краевой суд подавать апелляцию. Но мы надеемся на победу, потому что наше дело благое, святое, нужное. За пансионат выступало Министерство социальной защиты и аппарат, уполномоченного по правам предпринимателей. В условиях, когда дома и интернаты переполнены, такая деятельность, по их мнению, очень нужна. Мы, безусловно, обрадовались такому решению. И Министерство соцзащиты в этом плане сыграло большую роль, потому что они поддержали этот вид бизнеса. И, в принципе, абсолютно верная реализация единого подхода со стороны органов, когда дается время для исправления недостатков не только государственному сектору при выявлении нарушений, но и коммерческому сектору для того, чтобы было время исправить, если что-то не так. Пока пансионат в Смоленке был под угрозой закрытия, подруги не опустили рук. Наоборот, стали расти. Они открыли новое место – дедсад. Сад для дедушек и бабушек. И, кажется, это лучший пример того, что сложности, если правильно к ним отнестись, делают сильнее. Гулял Хасова, Николай Шунков, ЗАПТ-ТВ. Департамент госимущества выставляет на улицу воспитанников спортивного клуба. Восстановленное с нуля руководителями клуба здание понадобилось на другие цели. В ситуации разбирались мои коллеги. Ольга и Сергей еще в 2014 году начали поиск помещения для создания спортивного клуба под дзюдо и самбо. Заниматься в подвалах небезопасно. Такой спорт требует простора. Мы обращались поначалу в силикатный завод, то есть там были помещения. Ну, везде получали как бы отказ, никому не нужен был вот этот именно детский спорт. И вот случайно здесь мы оказались, отсюда съехала поликлиника, здесь было физиокабинеты. И они бросили все в разрушенном состоянии. То есть здесь не было ни батареи, ни окон, вообще ничего не было. Здесь было за все забито железом. Жители жаловались, тут бомжи жили, разжигали костры, потому что им надо было как-то существовать, греться. Помещение оказалось подходящим, просторным, но чужим. И мы попросили город, ходатайствовали о выделении преференции. Есть федеральный закон 169-й, на основании которого выделяются преференции в форме безвозмездного пользования на определенный срок. Преференцию одобрили. Здание отдали в пользование на три года. При этом восстановление помещения полностью легло на плечи руководителей и воспитанников. Теперь здесь занимается 130 детей. В Русичи ездят спортсмены со всего города и даже вместе с родителями. Тренировки клуба проводят тренировки для родителей, что помогает нам слизиться с детьми. И когда мы узнали о том, что у нашего клуба забирают помещение, мы были просто в шоке. Срок договора закончился. Руководители подали заявку на продление. В комитете госимущества обещали рассмотреть, а затем в феврале пришел категоричный ответ – освободить помещение в течение 30 дней. Какие теперь планы на это обустроенное здание – неизвестно. Но развивать детский спорт явно не планируется. При этом клуб – одно из немногих учреждений, воспитанники которого представляют Забайкалье на соревнованиях разных уровней. Например, Миша недавно стал обладателем синего пояса. До черного осталось совсем недолго. Наши тренера вложили столько сил, чтобы поднять этот клуб практически заново. Они перестроили его. И у нас хотят его просто отобрать. И нам негде будет тренироваться. Для Димы этот клуб также дорог. Он занимается здесь уже 4 года и стал обладателем десятков медалей. Я хотела, чтобы он оставался у нас в руках, потому что дальше мы тренировались, чтобы дальше становились чемпионами, чтобы не отбирали у нас клуб, потому что мы дружные ребята. Мы всегда здесь встречаемся вместе, тренируемся. Исполняющая обязанности директора департамента госимущества Ирина Воложанина, видимо, детским спортом не интересуется. Тем более, если он не приносит дохода краю. При этом в клубе много детей из малообеспеченных семей, которые при высоких достижениях вообще освобождаются от оплаты тренировок. Для ребят это единственное удовольствие, конкретно по Сосновому гору. Ребята с удовольствием ходят на тренировки. Они очень любят этот спорт. Они привязаны. То есть нету такого разногласия, что они не по дворам шляются, не курят, не пиво пьют, как зачастую. Но обычно вот сейчас в наше время можно не с удивлением увидеть. В настоящее время в администрацию города и губернатору края направлены прошения продлить преференцию на аренду. Тамара Ванфулия, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ. Пап, зачем ты каждый год идешь сжечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? А если сгорит не только трава, а лес? А если сгорит наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись. Не поджигай сухую траву. Это были все новости на сегодня. Впереди вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. До встречи на Первом Независимом. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЗАПТ-ТВ. Спонсоры показа – магазины Тимисими и Кальцедония. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ежегодно 21 февраля многие страны мира, особенно те из них, которые являются центрами туризма, отмечают Всемирный день экскурсовода. В пятницу в столице края будет малооблачная погода и юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Ночь у нас ожидает 21 градус мороза, днем будет минус 6. Желаю всем отличных выходных. Увидимся завтра! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok